Здравствуйте! В эфире программа «Под защитой закона» Все о работе крымских надзорников Сегодня мы расскажем вам о том, как прокуроры помогают в восстановлении прав реабилитированных народов полуострова Итак, смотрите в выпуске Проблемы репатриантов в Большой Ялте Земля, жилье и документы о праве на реабилитацию Куда пойти лечиться? Медицинские учреждения в селах Ленинского района вновь заработали после вмешательства прокуроров Локальный блэкаут Электричество в домах жителей сел Белогорского района появилось только после действий надзорников Большая Ялта – большие проблемы В этом крымском регионе живут тысячи граждан, имеющих все права, положенные им по указу президента о реабилитации депортированных народов полуострова Но добиться надлежащего исполнения этих норм удается далеко не всем и не всегда Для того, чтобы выявить и проконтролировать все трудные моменты, прокурор Крыма Наталья Поклонская провела выездной прием граждан в Ялтинской городской администрации А по дороге на прием заехала в несколько проблемных точек и лично убедилась в обширности круга нерешенных вопросов В поселке Краснокаменка, он же Козылташ, с 1992 года обосновались семьи репатриантов, в основном крымских татар И с тех самых пор, как говорят местные жители, про них вспоминают лишь раз в пятилетку Газа тут нет, нормальной дороги от трассы по крутым горным склонам тоже нет Зато есть серьезные проблемы с получением справок о реабилитации и с оформлением земельных участков У нас выделено 120 участков, из них, значит, где-то процентов, наверное, 70 не могут получить до сих пор бумаги на частную собственность Из-за этого все зависит, то есть нет частной собственности, не подключают ни к свету, то есть не дают подключения, брать какие-то справки с БТИ А в расположенной неподалеку Верхней Никите проблемы еще более серьезные С 2002 года здесь возникло импровизированное поселение крымских татар И за все это время получить документы не смог никто Что касается инфраструктуры, то речь здесь идет даже не о газификации, а об отсутствии централизованной подачи воды и электричества Семьям с малыми детьми и стариками приходится выживать, как придется В кабинетах местной власти говорят о том, что нужно дождаться принятия генплана А сами жители во многом винят лидеров поляны протеста, связанных с Меджлисом, которые долгие годы спекулировали на бедах соплеменников Наша главная проблема в наших тех якобы таких организаторах, которые якобы организовали и которые на этом поимели свои, да, свои интересы поимели Сейчас поменялась Украина на Россию, поменялась, но они, то есть просто перекрашивают Никому ни списки не показывают, никаких там информации не предоставляют Он только собирает людей, когда надо какие-то собрать какие-то деньги А это уже самый центр Ялты В печально известном общежитии «Звездочка» несколько сотен человек живут в совершенно невозможных условиях Бывшее когда-то летним пансионатом здание просто не приспособлено для многолетнего и круглогодичного проживания Однако здесь с 1994 года уже успело вырасти новое поколение потомков репатриантов За это время расселить удалось только около двух десятков семей Лестничные пролеты тут проваливаются Канализация течет, газа и отопления нет Фундамент держится на честном слове Однако при этом здание до сих пор никто официально не признал аварийным На протяжении всех этих 20 лет бьемся о том, чтобы нас расселили с этого здания Здание аварийное, не дай бог, малейшее какое-то катаклизм, мы можем просто все погибнуть Это, конечно, ужасающее зрелище Мы уже сегодня направили требования за своей подписью Направила требования в МЧС, в Роспотребнадзор, чтобы комиссионно вышли специалисты, контролирующие органы Обследовали здание общежития, поскольку там фактически нет фундамента Стена одна висит на какой-то веревке То есть если оно в аварийном положении, то необходимо людей как-то оттуда переселять Это наболевший уже вопрос И подобных проблем перед прокурором республики гражданами было высказано множество В ходе приема, который продолжался несколько часов, жители полян протеста, а также представители крымско-татарских и других национальных организаций Большой Ялты смогли донести до Натальи Поклонской основные проблемы жизни их общин Всего было принято более 130 человек Проблемы практически у всех одни и те же Это невозможность оформления земельных участков, недвижимости, своих строений В Ялте, конечно, остро стоит вопрос в части оформления земельных участков, в части оформления всех этих самостроев, всех своих недвижимых объектов А также вопрос с жильем Многие посетители на приеме отмечали За 20 с лишним лет при Украине ни властью, ни самозванными лидерами крымско-татарского народа из состава Меджлиса Ничего толком не делалось для людей А за прошедшие два года в России, казалось бы, были созданы все условия И законодательные, и финансовые для решения накопившихся проблем Но чиновники на местах во многом продолжают работать, вернее, не работать по-старому Так что без толчка со стороны надзорного ведомства во многих случаях не обойтись Для Натальи Поклонской это не первый выездной прием по вопросам реализации указа президента о реабилитации депортированных народов Ранее подобные встречи уже проходили в Кировском и Белогорском районах И практически по каждому обращению прокурорами уже приняты меры Если это не получение ответов и не получение справок о реабилитации Из 36 заявителей уже на сегодняшний день после нашего вмешательства 12 граждан получило таких справок По всем фактам, озвученным на приеме в Ялтинской городадминистрации, ведется работа Напомним, в Республиканской прокуратуре действует горячая линия Для сбора информации о качестве исполнения указа президента о реабилитации народов Крыма, депортированных в годы Великой Отечественной войны В местах компактного проживания представителей реабилитированных народов Крыма хватает и проблем общих для всего сельского населения полуострова В первую очередь это связано с состоянием социальной инфраструктуры, например, фельдшерско-акушерских пунктов Но и в этих случаях у прокуратуры есть все рычаги для того, чтобы принудить чиновников исполнять свои обязанности и обеспечивать гражданам должные условия для жизни В селе Чистополе Ленинского района в рамках деятельности рабочей группы по вопросам депортированных народов прокуроры выявили множество нарушений Это и неудовлетворительное состояние местных дорог, и детского сада, и проблемы с получением справок о реабилитации Удивительно, но даже в таком небольшом населенном пункте людям приходилось ждать положенные им по закону документы от нескольких месяцев до нескольких лет Подавали на справку о реабилитации в середине 2015 года Два года ждали, ни ответа не привета Зато после прокурорской проверки все решилось очень быстро Кроме того, надзорным ведомством в адрес министра внутренних дел по республике Крым направлено представление об устранении выявленных нарушений и о привлечении к ответственности виновных Те лица, которые на протяжении длительного периода времени могли получить справки о реабилитации, наконец-то их получили Что вызвало позитивную оценку работы прокуратуры со стороны населения Не менее позитивно местные жители оценили усилия надзорников и по восстановлению нормальной работы медицинских учреждений в сельском поселении В последние годы Чистопольская амбулатория располагалась в здании, не соответствующем ни одному требованию закона Страдали от этого и пациенты, и сами медики Потолок урушился, стены осыпались, потрескались, отопление печное, очень было плохо После начала проверочных мероприятий амбулатория была переведена в новое, отремонтированное общими усилиями местной администрации и граждан помещение Где сейчас и оказывается селянам медико-санитарная помощь А в соседнем селе другая проблема Работа местного фельдшерско-акушерского пункта была парализована отсутствием специалиста Проблема долго не решалась, собственно, до прокурорского вмешательства После осуществления личного приема и принятых мер указанная вакансия была заполнена И сейчас гражданам поселка помощь оказывается в ФАПе Нерешаемых вопросов нет, уверены в надзорном ведомстве В тесном контакте с местной властью и самими гражданами, как это было в Чистополье, можно и нужно максимально оперативно решать любые проблемы населения Еще одна важная инфраструктурная проблема – энергоснабжение в крымских селах Так, в Белогорском районе по жалобам местных жителей прокурорами был выявлен целый ряд нарушений со стороны сетевой организации – предприятия Крымэнерго Как решается вопрос электрификации всей страны в отдельно взятых ее районах, смотрите далее Жительница Цветочного Эльвира Ибрагимова начала строить свой дом на краю села почти 10 лет назад, в 2007-м Два года спустя встал вопрос о подведении к участку электричества для производства дальнейших работ Женщина неоднократно обращалась в РЭС со всеми документами Подписала договор технологического присоединения, но каждый раз получала один и тот же ответ Я знала, что РЭС на частном финансировании просто-напросто И, ну, как объясняли, что пока нет возможностей в смысле финансирования и все такое Поэтому пришлось ждать Такая ситуация длилась еще много лет Крымэнерго действительно при Украине находилась в частной собственности И, по словам прокурора Белогорского района, повлиять на такую структуру было гораздо сложнее Чем на государственное предприятие, которым оно является сейчас В данном же случае Эльвира Ибрагимова на личном приеме у Натальи Поклонской Изложила свою проблему И не прошло двух недель после внесения прокурором требований об устранении нарушений Как ситуация благополучно разрешилась В кратчайшие сроки были устранены эти нарушения Смонтированы электроопоры к домовладению заявителя И в кратчайшие сроки завершается уже оформление технической документации И в кратчайшие сроки будет подсоединено электричество к домовладению А в поселке Зуя в похожей ситуации оказались более чем полторы сотни домовладений Северо-западный массив – место компактного проживания репатриантов Крымско-татарской и греческой национальностей Электроопоры здесь были установлены еще несколько лет назад Но проблему это не решило В данном районе была проблема в том, что здесь были проведены работы По установке трансформатора, проведение электролиний Но подключиться люди не могли, к сожалению Потому что данный объект не находился на балансе Белогорского РЭС И вновь-таки волокита, которую устроили в недрах предприятия Крымэнерго Смогла быть пресечена только после коллективного обращения местных жителей к прокурору республики В ходе выездного приема рабочей группы по решению вопросов репатриированных граждан Третья неделя И уже результат Уже здесь и на баланс смогли кто-то поставить И кто-то побеспокоился Сразу видно очерк прокуратуры нашей Необходимые документы о принятии на баланс Трансформаторных станций и электросетей Был оформлен В настоящее время завершается оформление технических условий И рабочих проектов для подключения жителей северо-западного района Зуйского поселения К энергосетям государственного предприятия Крымэнерго Любой вопрос, с которым обращаются граждане в государственные органы предприятия и учреждения Должен быть рассмотрен и решен согласно определенной процедуре и в установленные сроки В случае злостного нарушения этих правил смело обращайтесь в прокуратуру И ваши права будут восстановлены Подчеркивают надзорники Ну что ж, это была программа под защитой закона Все новости о работе Крымской прокуратуры Живите по закону, до свидания Редактор субтитров А.Семкин